Здравствуйте, меня зовут Самоцкий Иван, я врач-травматолог-ортопед. Вы на канале МедИнфо. Сегодня я вам расскажу, что такое плантарный фасцеид, насколько сильно вы подвержены данному заболеванию. Вы можете оценить у себя риски возникновения плантарного фасцеида. Что делать, если вы чувствуете боль в пяточной области? Узнаем, как продиагностировать эту патологию, как не допустить в себя развитие этого заболевания. Я расскажу, как можно избежать ее возникновения и основные принципы лечения. Давайте же разберемся с этим методами доказательной медицины. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал и поставьте лайк, ведь дальше будет еще больше интересных видео. Плантарный фасцеид, или его еще можно назвать подошвенный фасцеус, это заболевание, которое характеризуется нагрузочным повреждением подошвенной фасции, которое прикрепляется к пяточному бугру и к головкам плюсневых костей. Не стоит путать плантарный фасцеид с так называемой пяточной шпорой, ведь эти заболевания могут не зависеть друг от друга. Фасция играет важную роль в поддержании свода стопы и амортизации при ходьбе или беге. Плантарный фасцеид является наиболее распространенной причиной возникновения боли в пяточной области. По оценкам, у одного из десяти человек эта патология разобьется в течение всей его жизни. От 4 до 7% населения в целом испытывают боли в пятке в любой момент времени. Около 80% из них вызваны плантарным фасцеидом. Это заболевание уже известно на протяжении длительного времени. Оно встречается в медицинских текстах, датированных задолго до настоящего времени. Некоторые источники указывают на то, что описание подобных симптомов можно найти уже в античной Греции и Риме. Однако нет достаточных точных исторических данных, чтобы подтвердить эти утверждения. Впервые плантарный фасцеид, как отдельное медицинское состояние, был описан и признан в середине 20 века. Отмечается, что в 1924 году американский хирург Дадли Джой Мортон обратил внимание на возможность связи между болезненными симптомами в области пяточной кости и состоянием фасции. В последующие десятилетия были проведены исследования, направленные на более глубокое понимание плантарного фасцеида, были изучены его причины, механизмы развития, факторы риска и методы лечения. Современные исследования также стремятся к поиску новых подходов к диагностике и улучшению методов лечения. Первая основная причина возникновения является постоянная избыточная нагрузка на пяточный опуск и вследствие появления микронадрывов фасцеи, которые в норме регенерируют самостоятельно. Выявлено, что этим заболеванием приношенно страдают женщины, а возраст, в котором наиболее часто встречается, более 40 лет. Но также очень часто плантарный фасцеид встречается у молодых мужчин-спортсменов, которые преимущественно занимаются бегом и спортивной ходьбой. Чаще всего боль в пяточной области беспокоит людей, чья профессиональная деятельность связана с бесперерывным стоянием на ногах или ходьбой в достаточно длительное время. Вторая причина появления – это повышенная масса тела. Она непосредственно влияет на нагрузку пяточной области за счет силы притяжения. Избыточная масса тела присутствует у 70% пациентов, страдающих от патологии. Согласно статистике, существует сильная связь между повышенным индексом массы тела и плантарным фасцеидом вне спортивной популяции. Доказано, что рост, в отличие от веса, не связан с появлением болезни. Малоподвижность является третьим фактором риска. Ведь когда не происходит регулярной дозированной нагрузки на область пятки, часто происходит регресс или ухудшение эластичных свойств фасции. Мышцы стопы атрофируются и не могут поддерживать свод стопы. Эту функцию частично берет на себя подошвенная фасция. Это можно сравнить с профессиональным спортом. Когда спортсмен не проводит тренировки достаточно длительное время, его мышцы постепенно отвыкают от спортивной нагрузки. И без должной подготовки он уже не сможет добиваться тех же результатов и более подвержен травматизации. Интересно, что нет никакой корреляции между плантарным фасцитом и весом, ростом или индексом массы тела в спортивной популяции. Очень часто еще одной причиной считается некачественная, некомфортная или слишком жесткая обувь. На подошвенной части стопы присутствует жировая прослойка, которая амортизирует и смягчает удары при ходьбе или беге. Но часто этой прослойки бывает недостаточно, чтобы смягчить нагрузку за счет привыкания к обуви у современного человека. Как правило, диагноз спонтарный фасцит устанавливает пациента в первую очередь по жалобам, анамнезу и физическому осмотру. Диагностику этого заболевания проводит врач-терапевт или хирург, но более детальное обследование проводит врач-травматолог-ортопед. Доктор в первую очередь собирает информацию о наличии факторов риска, которые я описал ранее. Классический пример пациента, обратившись с болью в пяточной области. Это женщина, 45 лет, имеющая избыточную массу тела. Боль беспокоит преимуществом в утреннее и вечернее время. Пациентка работает поваром и отмечает, что при приготовлении блюд она практически всегда стоит или ходит на кухне в течение 8 часов практически без перерывов на отдых. Она живет на большом расстоянии от работы, практически всегда стоит в общественном транспорте. В свободное время от работы пациентка ведет малоподвижный образ жизни и не занимается спортом. Повреждение подошвенной фасции обычно вызывает острую колющую боль в пяточной области, преимущественно при первых шагах, особенно утром после сна. Но потом постепенно проходит за счет адаптации. Также характерна боль в конце дня, когда мышцы стопы и голени устают от нагрузок и нарушается биомеханика походки. Вследствие фасция подвергается повышенной травматизации. Избыточная масса тела, характер труда и отсутствие полезной физической активности только дополняют клиническую картину. При наличии этих данных можно с большой долей вероятности установить диагноз, но, разумеется, необходимо убедиться, что это именно плантарный фасциит. Нельзя исключить наличие других заболеваний или травм, связанных с болью в стопе. В данном случае чаще всего рекомендуется проведение ультразвукового исследования или УЗИ. Этот метод позволяет визуализировать фасцию, оценить степень ее утолщения и наличие повреждений. Нормальная толщина плантарной фасции при измерении на УЗИ варьируется в диапазоне 2-3 мм. Люди с хронической болью в пяточной области имеют утолщенную фасцию, ее толщина может превышать 4 мм. В некоторых случаях можно наблюдать скопление жидкости вокруг фасции, это еще один диагностический критерий. Иногда для диагностики используют метод рентгенографии, чаще всего, чтобы определить наличие экзостоза или так называемой пяточной шпоры. В отдельных случаях может понадобиться проведение монтиндорезонансной томографии или МРТ для более детальной визуализации этой болезни. В качестве лечения доктор назначит вам специальную физическую терапию или лечебную физкультуру. Она направлена на растяжку плантарной фасции и является самым эффективным методом лечения. Многие пациенты выполняют упражнения неправильно, поэтому лучше всего обратиться к врачу по лечебной физкультуре. Он подберет для вас индивидуальную программу упражнений, основываясь на течении заболевания. Вам могут назначить нестероидные противовоспалительные препараты или НПВП. Они снижают воспаление и болевой синдром. Как правило, эти лекарства назначают в виде гелий, но иногда приходится использовать их в пероральном виде таблеток. Очень часто рекомендуют методы физиотерапевтического лечения, если не достигается положительный эффект первых рекомендаций. При плантарном фасции используют метод ударно-волновой терапии. Но этот метод еще до конца не доказан, однако многие источники утверждают, что это достаточно эффективная процедура, хоть и болезненная. Если вы сталкивались с этим методом, поделитесь в комментариях, расскажите, какие еще варианты лечения вам рекомендовали врачи. В некоторых источниках есть информация об отличной положительной динамике от использования растягивающего ортеза, именуемого Страсбургский носок. Это достаточно новый метод лечения, изобретенный в Страсбурге в 1990-х годах. Это позволяет поддерживать фасцию в растянутом состоянии, что способствует заживлению микроразрывов и утром при первых шагах удается избегать повторной травматизации фасции. Как метод быстрого купирования болевого синдрома в острой фазе заболевания используют местную инъекцию кортикостероидов в пяточную область. Возможные риски, связанные с этой инъекцией, включают атрофию живых прокладок, разрыв плантарной фасции и местные инфекционные осложнения. Поэтому этот метод используют довольно редко при неэффективности НПВП. В очень редких случаях назначают хирургическое лечение, направленное на релиз фасции, то есть ее высвобождение от рубцов, образовавшееся от постоянной травматизации. Это самая последняя ступень лечения. К ней прибегают лишь в том случае, когда не достигается положительного результата от консервативного лечения и сильно страдает качество жизни. В большинстве случаев боли в пяточной области проходят самостоятельно в течение 6-18 месяцев. Обычно, чувствуя боль в пяточной области, человек самостоятельно разгружает эту область и фасция постепенно регенерирует. Но, если не соблюдать следующие рекомендации, могут происходить рецидивы болевого синдрома. И в последующем боль может усиливаться и беспокоить поле продолжительное время. В первую очередь рекомендуют воздействовать на причину этого заболевания. Постоянная избыточная нагрузка на пяточную область. Рекомендуется изменить образ жизни и по возможности характер труда. Старайтесь не находиться в положении стоя длительное время. Не проходите в день больше 80 тысяч шагов. Это расстояние нужно равномерно распределить на весь день. Если вы занимаетесь бегом или спортом, связанным с преодолением большой дистанции на ногах, вам рекомендуется наоборот снизить спортивную активность. Лучше всего соблюдать некую золотую середину. Повседневной физической деятельности. Занимайтесь спортом, но и не забывайте про отдых и восстановление. Если у вас есть избыточная масса тела, постарайтесь ее снизить и контролируйте свой вес. Если у вас это сделать не получается, часто рекомендуют обратиться к врачу-диетологу. Доктор выявит причину возникновения лишней массы тела и даст вам необходимые рекомендации по ее снижению. Следите за качеством обуви, в которую вы ходите ежедневно. Старайтесь выбирать мягкую амортизирующую обувь, чтобы она смягчала удары, которые происходят при ходьбе. Помните, что у старой обуви эти качества постепенно снижаются. Очень часто в дополнение к мягкой обуви рекомендуют использовать специальные ортопедические стельки с силиконовой вставкой или вкладыши под пяточники. Они еще больше смягчают нагрузку. Старайтесь не ходить босиком по ровному полу, используйте только домашние тапочки. Давайте подведем итог. Следите за своей подвижностью. Контролируйте свой вес. Занимайтесь спортом. Находите время для отдыха и восстановления. Носите комфортную и мягкую обувь. Если вы будете придерживаться всех рекомендаций, то вас никогда не будет беспокоить боль в пяточной области. Даже если вы находитесь в группе риск. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Придерживайтесь методов доказательной медицины. Ведь мы заботимся о вашем здоровье. Спасибо за просмотр. Берегите себя.